По жилищному кодексу управляющая организация обязана за 30 дней до окончания срока действия старого размера тарифа предоставить свои предложения и если тариф, как в нашем случае, пошел с повышением, предоставить экономическое обоснование необходимости увеличения данного тарифа на данную сумму. Никакого собрания нет, потому что нет в природе итогового протокола, как не было и сметы, до этого говорю. То есть с людьми посредством информационных стендов не общаются. 9 числа запросили, в очередной раз разбудив руководство ДУКа о необходимости предоставить такой сметный расчет, потому что нам надо ее переварить, нам надо оценить, предложить для принятия, либо не принятия жителями дома, которые в этом, в общем-то, не все понимают, потому что тут экономика уже. Нам этого как раз не дали и мы рассчитывали, что 9 запрашиваем, он уже готовый, нам его высылают и число к 15 мы его получаем. И мы могли бы уйти немножко даже в начало января своим собранием. Все-таки считаем, что мы действующий совет, поскольку суд нас восстановил, как бы ДУК не хотел этого, но мы попытаемся все-таки провести голосование сами. Тариф, да, тариф. Как мы тариф этот считаем, должны были бы рассчитывать. Просто каждый год учитывать инфляцию и просчитать его на данный момент. Вот и все. Ничего сложного нет или правильно, конечно, получить расчет тарифа, который нам не дают. Мы будем считать от 16.50, от того тарифа, который был когда-то установлен самой же управляющей компанией. И мы считаем, что это правильно. Буквально недавно смотрела программу «Доброе утро». Выступал заместитель министра, выступала женщина, заместитель министра ЖКХ и строительства. И вот она как раз по этому поводу говорила, что в каждом доме должен быть тариф рассмотрен индивидуально. Есть дома, которые старые, да, там должен быть один тариф. Маленькие или это МКД крупные, есть же крупные, допустим, 10, вот как наши дома, или, например, 15, ну, крупные. С лифтами. С лифтами, да, то есть все должно быть, должно учитываться. Плюс даже возможен тариф эконом. То есть если жители хотят, например, сами убираться, ну, как в давние времена, да, то они могут не платить за эту услугу, например, а убираться сами. И мы считаем, что вот это должно применяться уже в каждом городе, не только в Москве, да. И для каждого типа домов должен быть действительно свой тариф.